МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программы в новогоднюю ночь будуть организованы во усіх районных центрах в області. Першая программа с помешкання Матерска-Гомельска-Готелецентра вышла у эфір ровно 59 году тому. С гэтага моменту и вядзе свое офицейное лето-злечэнне телерадою компания «Гомель». У 2016-м годзе шмадзетных семьев у регионе стала амальна тысячу больше. Цикл репортажу про самое яскравое новогоднее представление для дятей протягне сюжет звездки бабки Ёшкіна. И зараз больш падрабязна об гэтым и не тольки. Обласный выканавчий комитет и обласный совет депутатов повеншавали Жихароу Гомельщины с Новым годом и рожством. Увеншава неадзначена. Новогодние традиции объядновывают покаленни, узмацняют семейные относины, дружбу и любов. Минулый год принес нам шмат добрых падзей, радывал новыми досягненнями и яскравыми святами. И он был для региона динамичным и пленным. Шмат того, что плановалось, стало реальностью. Мы дякуем усім за добросумленную працу, творчую инициативу и важкую кладу развитию Гомельщины, говорится у Веншаванне. Концертно-забавляльные программы гэтай ночью будут организованы во усіх районных центрах в області и у каждым из районов областного центра. До речи, усіх, хто придется устракать Новый год до головной елки Гомельской області, чекает насыщенная программа. На центральной площади города будут працевать и гандлевые рады, которые пропонуют горбатую кофе, а так само кондитерские и кулинарные вырабы. Глядачу чекает шмат сюрпризов и приемных уражений. В новогоднюю ночь традиционно пройдут массовые мероприятия, гуляния на нашей большой, красивой, яркой площади. Турческие коллективы, как всегда, будут петь, танцевать, различные будут конкурсы. И в этом году будет маленький сюрприз. Все, кто придут после часа ночи, смогут увидеть шоу барабанщиков. У новогоднюю ночи Гомелю буде подолжены рух громадского транспорта по самых популярных накерунках. Жихары и гости областного центра смогут сустреть свято и после без проблем добраться до дому. До 5-й годзин ранецы будут працавать троллейбусы по маршрутах номер 10 и 20 и автобусы номер 1, 12, 18, А и 20. Первого студене громадский транспорт у Гомеля будет працавать по графику выходного дня с индивидуальными корректировками. Новогодние цуды приходят до тех, кто их чекает. И взрослый совсем не перешко, так обрадоваться по детячому шширам. З новогодней программой и веншаваннями у Дуяновский дом-интернат для состарылых и инвалидов завитал творчый десант из Гомельского детячого дома. Даречи, многие спостояльцы у социальной установы уже отрымали особистые веншавания от своих унуков-папераписцы. Гэта назва уникального проекта, який реализуют выхованцы детячого дома разом с областным комитетом БРСМ. Неколи кинутые уластными батьками дети выбирают с базы даденных одиноких пожилых людей, с якими хотели бы завязать переписку. Таким чином люди розных поколений у заднолького острым жаданием знайсти родную душу отрымливают тое, про что марать, подтримку и теплыню. У них нету человека, с кем они могут поделиться, рассказать что-то интересное, пообщаться, попереписываться. Мы стараемся приезжать на каждый праздник и даже не в праздничные дни, чтобы просто поделиться, чтобы им было хорошо, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы они знали, что где-то там сидит внучка и пишет ему сейчас письмо, и она скоро приедет. Нет у меня сейчас никого, ни брата ни одного, ни сестры, ни матери, ни отца, ни двоюродных, никого. Я один. Охота общаться. Спасибо, милому Богу, что встретилась она. Для меня это большая радость. Подробязную информацию, я, кстати, дельником проекта «Унуки-паперописцы» можно знайсти у социальных сетках альбо на сайте Гомельского областного комитета БРСМ. Первая программа гомельской телерадиокампании вышла у эфир 31-го снежня 1957 года. Миноведы с гэтага моменту областное телебачене вядзе свое офицейное лето-вылеченне. В 60-ю годзе кампании у 2017-м журналисты плануются значыть цикавыми программами и популярными киностушками. У наступным годзе убачить передачи телерадиокампании «Гомель» можно будзе на двух каналах. Двойче на день. На АБТ-1 будут выходить выпуски новинов и один разу тыдень про мое включение у ранешнее шоу «Доброй ранецы Беларусь». А про чатаго на протягу 16-ти годзин кожный день будзе вести севящанне на канале «Беларусь4 Гомель». Журналисты запаўнят яго як цикавыми программами уласной вытворчасті, так і мастацкими і документальными стушками з золотого фонду «Беларусьфільма». Дапаказу запланованы і такі рейтингові сериялы, як «Тихий центр», «Немец», «Иллюзія полявання», а так само некалькі сізонів популярной кіностушки «Участок літенанта Качуры». А першым приемным сюрпризом новаго года на телеканале «Беларусь4 Гомель» стане подрихтованная до ефіру новогоднія программа. А если говорить про новогоднію ночь, то впервые телеканал «Беларусь4 Гомель» перейдет на круглосуточное вещання. Мы будем вещать всю ночь і следующий день. Ну а ночі мы предложим музыкальні фільмы, фільмы новогодній тематики. І я обещаю, що с телеканалом «Беларусь4 Гомель» не уснёт никто точно і встретит этот Новый год очень интересно. 2016-й уводзі ў історію регіона, як год, калі пакашік нараджальності досягнув рекордной планкі за опошню чверть стагодзя. При гэтым стратіла актуальнасть тенденція «Одна сям'я, одно діця». За год колькасть шмадзетных сім'я увідовочна узросла. А в приємной годовой статистиці репортаж Ганны Ковалёвой. У першуню Максим узял на руки маленькую дачку, а маль два місяці тому. Ганночка народілась 11-го листопада. Правда, тады, но воспічаны тата забрал з родильні адразу два каштолныя скруткі. Жонка Марія подарила яму яшчі і сына. «Когда я забирал їх з роддома, я їх взял сразу двоих, і у мене було таке чувство гордости. Все выходят с одним малышом, а я іду сразу з двумя. І нас було много, вообще встречали все родители, дедушки, бабушки, наші братья, сёстры. Більші чувство гордости я іспытывав. Двойнятки стали у сім'я не першими. Старайшому сіну Лёші сім годів. Другому – Антону Амальтры. Іх счастливая мать і признається, тяжкості у шмадетних і материнства на сябі не відшуває. Антошка дуже багато внимання їм уделяє, допомагає. Где-то памперс вносить, где-то погремушкою постучить, где-то пустышку піднесет. В общем, целиком і полностью старших дітей ми не загрождаємо від младших, а наоборот, содействуємо, щоб вони росли вместе, допомагали. Я считаю, що це немаловажно в многодетній сім'ї. І з дітьми дуже просто, легко, навіть не хочеться виходити на роботу. Три годи декріта, що місячна допомога, одноразовая виплата на народження дітя, і гэта тільки частка підтримки сім'ям у Білорусі. Марія як шмадетна, отримливає яші бесплатне харчування на дітей. А крім того, три рази на тыдень до її приходить соціальний работник і бесплатно допомагає доглядать дітей. Ешчы один бонус. Молоді сім'ї отримали першого студеня 2016-го года, коли усилу уступив указ номер 503. Документ гарантував патримку у пагашинні кредиту на обудовництва або на буте жилля. Тільки у Гомелі за год її отримали більш за 450 молодых сім'ям. Одним із перших подарунок от дзержавы отримала шмадетна сем'я Мазуркевичу. Кредит на дом, який не повинны были выплачивать ближайши 20 годів. Держава погасила цалком. Когда так получилось, что у нас должна была родиться двойня, очень страшно было. Потому что в декретном отпуске нет возможности зарабатывать и оплачивать этот кредит. А оплатить-то его в любом случае нужно было, потому что мы обязательства перед банком взяли. Мільйонів 20 мы выплатили, остальное оставалось. Нам, госполком и государство выделило 235 мільйонів. То есть наш кредит, который мы брали, закрывают полностью. Потримка державы стала одним из мотиваторов росту народжальности. До речи, в этом годе на Гумельщине она досягнула рекордные планки за опошню чверть ста годя. У першинію за гэты шпиры от України зафиксованы натуральный пророст насельництва. На Гумельщине ее надзначены у Наруле, Мазыры и Ушлобинськім районі. Великий уклад в это унесла і медицина. Я приведу пример. Якщо раніше преждевременно излитие околоплодних вод являлась показанням к родоразвішению в ближайші три дня, то сейчас ми стараємся максимально увеличити срок внутриутробного нахождення ребёнка. Все ми понимаємо, що один день внутриутробно це три дня в отделі інтенсивній терапії. І вот ці технології, методика ведення жінчин з преждевременними родами, з преждевременним излитим околоплодних вод помогла нам в конечному ітогі снизити число досрочного родоразвішення, снизити число недоношенних діток. Є ще один з досягнутых выників в сниженні смертності новонароджених уже у початку 2016-го, ця родобласті, мінавіта Гобільщина вийшла у лідери по гитим нормативі і до гитуль застається на перших позіціях. А крім того, в регіюні становиться усе більш жмадзетних сім'я. По величині ідея пошні 4 гады. І коли у 2015-м таких сім'я було 13,5 тисяч, то сьоліта амаль на тисячу більш. Ганна Ковалёва, Олександр Харлампоу, Телерадо, компания «Гомель». Мы протягуем цикл репортажів про саме яскраве новогоднє проставленні для дзятей. Одно з їх уже третій год ладзить палат скультуры Беліцкі. Місце свята – загородная карчма будьма, де разместілася вёска бабкі Ёшкіна. У резіденціі лясної госпадыні пабывав наш корреспондент Дмитрий Котау. Баба яга з дзятінства добра усім вядомая. Звычайно у касках гэта адмонный персанаж, аднак толькі не у вёсці бабкі Ёшкіна. Такой лясною госпадыню ясше ніхто не бачу. Наперед свята ёна адмавляється робіть людям шкоду і ветліва сустракая гостей своєї резіденції. Основну і колькай складають дзяті, яких чакають незабывні новогодні прыгоды разом з бабай Ягой і ає сёстрами. Актеры нікому не дадуть засумаваць. Ребятишечки-то разні у нас тут буваєт. Кто боїться, кто не боїться. Іногда даже нас пытаїться обидеть, ущипнути, дзернути. Очень уж любить вони в нас снежками-то брасацься. Ох! Даші другий раз хочешся їх покусати, але думаєш, ого! Ані ж дзяти ще маліні, і підрастут. Пускай немножко. Одними з перших на свято запросили семьи, які виховують дітей-інвалідів. Для гостей подрихтовали забавляльну программу под назву «Зимы у лето». Діти з захоплением сошили заказочными падеями. Для наших детей это безусловно огромная радость, потому что, если уж говорить, что родители наполняются просто с таким замечательным предновогоднім настроением, то дети, безусловно, с первых минут с широченными улыбками включаются в новогоднюю праздничну програму. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Новый Год здараються отсюда и справджуються мары. Подтверждением тому стала суместная акция супрацовника у Дзержа автоинспекции, представников Гомельской епархии и удельников мотоклуба «Жалезные браты». У таким составе делегация завитала у Гомельский дом-интернат. Удельники мотоклуба «Жалезные браты» перетворились у Жахару казышного леса, а супрацовники Дзержа автоинспекции завитали до выхованцев Гомельского дома-интерната для детей с особливостями психофизичного развития. Мы определились с личным составом через офицерское собрание собрать денежные средства и приобрести для детей дома-интернат новогодние подарки и передать их безвозмездно детям этого дома-интерната. Даречься, такие суместные акции Дзержа автоинспекции разом с «Жалезными братами» стали уже доброй традицией. «Когда даришь радость и даришь праздник, сама подготовка весьма как бы все всегда получается. Потому что добро, оно есть добро. И все слажено, четко. И подарки подготовили, и помогли оборудование приобрести, собрались люди. То есть, в принципе, когда делаешь от чистого сердца и несешь добро, все всегда красиво получается». Ну а далее дети запросили у сих угляделенную залу на святошное проставление. Гости побачили театрализованную постановку «12 месяцев». Яскравым протягом стала новогодняя дискотека. Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телерадоэкомпания «Гомель». Новогодние сюрпрызы подрихтовала для своих гостей и центральная городская библиотека имя Герцина. Экспозиция под такой назвой объяднала выробы ручной працы от рамесника у клуба «Чароная подарунки». Тут можно убачить текстильные ляльки, работы у техницы декупаж и плеценные скрынки. Работы гомельских майстрых Святланы Трофимовой, Нелли Николаевой и Викторой Романенко-Шуваловой стали подарунком на передадне Нового года для читачоу библиотеки и жихаров города. На этом опошний селетний выпуск новин завершенный. Супрацовники Талерадоо компании «Гомель» виншуюць вас, поважанные глядачы, с надыходячым Новым годом. Мы за усёды рады кожной новой сустречы с вами. Спадеемся, что и в наступном годе вы с текавостью будете глядеть наши программы. Ну а зараз эфир протягне виншаванне старшыни гомельского облаканкама Владимира Дворника. Редактор субтитров А.Семкин